Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Екатерина Пазекова. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о книге Натальи Лэнг «Англию, которую вы не знали». Наталья Лэнг – блогер, автор популярного инстаграм-канала «Дежурный по Лондону». В своей книге Наталья описывает вещи и явления, о которых многие, кто не был в Англии, не догадываются. В этой книге автор рассказывает, что на самом деле представляет собой английская вежливость. Чем отличается кухня этой страны от блюд остального мира? Попробуйте корнеольские пирожки или так называемые жабы в норке. А еще читатели многое узнают об английском образовании, о невероятных пабах и даже о местных призраков коммунизма. Сказка первая. Про их вежливость. С чего еще начать лондонские сказки, как не с английской вежливости, которая испокон веков была притчей во языцах и темой для бесчисленных анекдотов про чрезмерно вежливость джентльмена. Хотя для настоящего англичанина выражение чрезмерной вежливости – это оксюмарон. Ибо, по их мнению, вежливости много не бывает. Скажем по секрету, английский джентльмен действительно двинется, если вы наступите ему на ногу или двинете его портфелем под коленку, переполнен в вагоне метро. И не надо проверять. Это действительно работает. Джентльмен и вправду искренне сожалеет, что он стоял там, куда вам захотелось внезапно наступить. Все эти козьи потягушки с этикетом, обходительностью и манерами, именуемые на их языке «common courtesy», встроены бритишей с рождения и происходят у них легко и непринужденно. Независимо от того, где джентльмен находится – дома, в офисе, за рулем автомобиля или в любом общественном месте. И даже независимо от того, с кем джентльмен приходится общаться – с самыми близкими, родными, с друзьями или совершенно ему незнакомыми людьми. Ровнее они ему по возрасту, полу или классу или нет. Вот к примеру. Если ваш муж уже который год получил утреннюю чашечку чаю, говорит вам «спасибо, моя дорогая», то похоже, что вы замужем за англичанином. Поначалу от этого подергивается глазик. И только потом, потом, постепенно привыкаешь добавлять после чаяния к ключи еще и «пожалуйста». Кстати, будете гулять по полям и весям Британии? Будьте морально готовы к тому, что старомодные английские дедушки, бабушки, а также по-детски непосредственные жители северной окраины Англии всех возрастов, добавив ко всем этим «спасибо, пожалуйста», будут еще добавлять слово «love». Не пугайтесь, они не признаются вам в любви. Они просто имели в виду «спасибо, милочка, дорогуша». Что послужило толчком к развитию повышенной концентрации вежливости в британском организме, никто не знает. Может быть, им приходится быть вежливыми соплеменниками, потому что с остро никуда не денешься? Как бы то ни было, после того, как скучные ученые посчитали, что среднестатистический житель королевства произнес в СССР в среднем 20 раз в день, то есть приблизительно 2 раза в час, а с Энкью и того больше, британцы были официально признаны самой вежливой нацией на нашей планете. А теперь эксперимент. Ну-ка, быстро вспомните, во сколько вы сегодня сказали «спасибо, пожалуйста». Не посмотрите на часы. Час прошел, вот уже пора опять. Сказка шестая про их образование. Байки про их методики обучения. А что там у них с методиками обучения, спрашивают нас читатели. Ну, скажем честно, все у них не так. Если наша школа и университет настроены на то, чтобы выдать ребенку готовый материал и получить отдачу в виде повторения слов учитель в контрольной работе, то в Англии прямо с начальной школы так и норовят заставить ребенка думать и давать результат в своих самостоятельных мыслей. Вновь и вновь изобретай колесо и велосипед. Вот поэтому к вступительным экзаменам в Англии просто невозможно подготовиться. Они же в 11-летнем ребенке хотят видеть не хранилище зазубренных знаний, а способность эти знания применять, мыслить критически и нестандартно, ужас какой-то. Поговаривают, что и школьные приемные комиссии даже используют специальные методики для отсеивания детей на тренированных проходить тесты. Им надо, чтобы ребенок был просто умным и умел мыслить самостоятельно. А чем ученик старше, тем серьезнее должна быть его степень критического мышления. Понятия, к сожалению, неизвестны нашим школам. Критически мыслить ребенок должен так, чтобы на занятиях седовласая профессора могла разговаривать с ним на равных, чтобы обе стороны образовательного процесса были готовы профессиональному обсуждению животрепещущих научных тем, а не бездомное переписывание, изложение на экзамен и лекции образца 20-летней давности. Нет самостоятельности мыслей и колесо не изобретается. Тянет скачать курсовую работу из интернета и протащить на экзамен шпаргалки? Ну что ж, значит, академическое образование – это не твое. Без сожалений сообщит вам какой-нибудь ученый-эльф и укажет на выход с вещами. На все ваши возражения они ответят вежливым, но твердым «sorry about that», что в переводе с их английского означает, что пришло для несостоявшегося студента время выбирать себе рабочую профессию по душе. А бритиши и не парятся по этому поводу, просто они убеждены, что главное-то в жизни не корочки получить, а состояться, успешно самореализоваться. Спросите вот хотя бы Ричарда Брэнсона. А оно им надо, это образование? Вообще идея о том, что академическое образование – это совсем не обязательная часть жизненной программы, родилась в Королевстве давным-давно. Все же понимают, что кто-то должен торговать селедкой, строгать стулья, обжигать горшки и укладывать кирпичи их родовых замков ровными рядами. Ну сами подумайте, ведь если все будут сидеть в матьях, бакалавров и магистров, многозначительно морщить лоб и важно надувать щеки, то некому будет выращивать бобы, печь йоркшевский пудинг и готовить вкусный воскресный розбив. И они неуклонно придерживаются этой точки зрения до сих пор. В отличие от нас, бритиши не считают наличие красивого диплома показателем успешности. Многие на просторах британщин до сих пор искренне верят в то, что совершенно ни к чему тратят золотое время юности и влезать в огромные долги студенческих кредитов ради непонятной степени бакалавра какой-нибудь антропология, когда можно сразу после школы пойти и заработать много денег другими разнообразными способами. Им не слабо и без образования бизнес какой-нибудь учинить. Благо, в их крови понамешаны гены их славных предков, бесстрашных пиратов, амитеристов и хитрых зажиточных английских лавочников. А предпринимательство в королевстве веками было почетным занятием. Кстати, а вот какие отзывы оставляют читатели? Книга написана с большой любовью и искренностью. Всегда интересно читать подобные истории. Чувство юмора, присущий автору, делает чтение еще более привлекательным. Всем поклонникам Англии рекомендуется. После прочтения ваша любовь станет в разы больше. Автор заражает своей любовью к стране. Даже если вы не хотели до этого посетить Туманный Альбион после книги, точно захотите. Начала читать с ознагомительного фрагмента. И не заметила, как он закончился. В книге много интересных фактов, причем написано все в легкой для восприятия форме. Читала с удовольствием. Когда узнаешь о правилах и традициях другого общества, становится проще принимать наши различия. И, возможно, даже задумываешься, как перенять положительный опыт. Получила огромное удовольствие от чтения. Часть, посвящающая английской кухне, читала ранее, но без сожаления повторила. Очень познавательная и с юмором. Книга замечательная. Читай ее, получаешь огромное эстетическое удовольствие от того, каким языком она написана. Правда, я не удержалась и Маркерем отметила многие абзацы и фразы, которые хочется перечитывать не один раз. Не только самой, но и зачитывать друзьям. Давно мне не попадались книги, написанные с такой доброй иронией и чувством юмора. Я, конечно, не случайно приобрела эту книгу. Я очень давно ее ждала. Так как несколько лет подписана Наталья в инстаграме. Все это время с интересом и довольствием читаю посты об Англии и, в частности, сказки на ночь. Так что практика показывает, что старой доброй Англии идея пойти примерить квадратную шапочку с матью, бакалавра или какой-нибудь магистры возникает далеко не у всех. А может быть, это и правильно? Байки про ужасы в частных школах. А что это мы все о хорошем да хорошем? Давайте уж ради объективности добавим ложку дегтя в бочку меда под названием «Английские частные школы» и выясним, почему учатся в Итоне, Харовой и прочих регби. Это, конечно, прекрасно, но не для каждого. Не каждый родитель готовит отправиться своего 11-летнего ребенка в самостоятельное плавание в столь нежном возрасте, и их можно понять. Все же английская система образования – это вам не отпуск на диване. А без стабильной, крепкой психики и развитых социальных навыков ребенок в этих казармах может и сломаться. Все же процесс превращения мальчика в мужей – это не самое приятное занятие, и бывает, что не обходит себе срывов, жалоб и слез в подушку. А кроме того, есть огромный риск того, что через 5 лет обучения родители получат обратно совершенно чужого человека, и результат обучения может им совсем не понравиться. Великолепный Дамиан Льюис, тоже выпускник Итона, как-то честно признался, что своих детей он частную школу-интернат ни за что не отдаст. Какая бы элитарная она ни была, и какое бы светлое будущее ее выпускникам ни светило, слишком уж свежа у него в память о невыносимом психологическом напряжении, которым ему пришлось пережить в Итоне. Некоторые выпускники вообще говорят, что после Итона вся остальная взрослая жизнь с ее проблемами кажется им легким и приятным развлечением. И тем не менее, именно в этих школах происходит волшебное превращение упрямых подростков не менее упрямых и прекрасных джентльменов. Посмотрите внимательно, практически весь парламент и правительство Великобритании держит в кармане старый школьный галстук одной из этих школ. А уж сколько великих полководцев, ученых, бизнесменов, актеров они вырастили, все и со счету сбились. Посмотрите только на того же Хьюл Лори или Бенедикта нашего всего Камбербайджа. Периодически свободолюбивая британская пресса поднимает скандал по поводу Итонского заговора и кричит «Коррупция, коррупция!» Вот уж уж ничего не поделаешь. Итонианцы рулят этим королевством столетиями. Про год в отрыве. А вы слышали про такой феномен английского образования, как gap year? В буквальном переводе это означает что-то вроде «пропущенный промежуточный год». А на самом деле это время, которое вчерашний школьник и завтрашний потенциальный студент должен провести путешествие по миру, расширяя горизонты сознания, определяя с тем, что же все-таки ему хочется в этой жизни. Изучать жизнь мушек дрозофил, стать воротилом мирового бизнеса в Лондонском Сити, спасать голодающих детей Африки или носить мантию и парик судебного адвоката. Англичане вообще убеждены, что человек, не покидавший пределы привычному ему с момента рождения мира, не может считаться зрелым и состоявшимся. И хотя по наличию резюме этого gap year, легко вычисли представители британской элиты, путешествуют они не по пятизвездочным отелям, великосветским тусовкам и спа-курортам, а по самым странным и неуютным местам этой планеты. Индия, Тибет, Австралия, Вьетнам, Новой Зеландия, Африка, Южная Америка. Вот неполный список популярных направлений 17-летней британской джентльменов и леди. Они сбиваются в небольшие компании, выбирают маршрут и вылетают из родительского гнезда с рюкзаком за спиной и с надеждой в сердце. Они надеются, а вдруг именно там, в непривычной культурной среде и при столкновении с трудностями жизни, немолшебным образом откроется что-то такое, что подскажет им направление движения, определит их будущее. Вот Бритсгарри, например, сразу после Итана отправился на целый год в Африку волонтерствовать. Тинейджер Бенечка Камбербатч целый год преподавал английский в затерянном горах Тибета в буддийском монастыре, а нынешняя герцогиня Кембриджская провела свой гэп я в Чили. Что думают английские родители, отпуская свое неперевшееся дитя на край света, мы не знаем. А вот в нашем менталитете компания подростков вдали от безопасного домашнего гнездышка и вне пределов родительского контроля. Это же ужас какой-то. Они же там будут пить, курить и даже страшно подумать, что еще делать. Запричитает среднестатистическая российская мама. Конечно, будут. Ну а как еще взрослеть-то? Удивятся на это английские родители, открываясь самой недорослью дверь во взрослую жизнь, не дрогнувшей рукой. Если вы хотите много узнать об этой стране и хорошо подготовиться к путешествию, вам обязательно нужно прочитать эту книгу. В ней вы знайте, что 5 o'clock начинается в 16.00, а типичный завтрак англичанина – это не овсянка. Почему традиционные пирожки и пудинги не сладкие? Почему город стоит на сэндвиче с беконом? Как выглядит купальная машина? Зачем принимать душ с друзьями? Все особенности диалекта, менталитета, традиции англичан и все фишки лондонской жизни. Увлекательный рассказ дополняет красочные фотографии из личного блога автора. Эту книгу вы можете прочитать в иностранном отделе Дворца книги. А вы читали Англию, которую вы не знали? Делитесь в комментариях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...